Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Мэрил Дэн, и сегодня мы продолжаем играть в хоррор-визуальную новеллу под названием «Молоко». В прошлой серии наша семейная пара пообщалась с девочкой, а потом поехала на живописную поляну. На этой поляне обитала страшная корова, которая хотела размажить их машину. Кажется, она это смогла сделать. Мы отключились, а когда проснулись, то коровы не обнаружили, но наша девушка, или может быть даже жена, выскочила из машины с телефоном в руке. В ушах звенело. Дотронувшись до висков, я почувствовал холодный пот, услышал звон в ушах. Неожиданно раздался громкий стук. Настя била ладонью в заднее стекло и что-то кричала. Ох, збионка, мэ! Что? Теленка? Мы сбили теленка? Она рывком распахнула дверь, просунула из салона и встряхнула меня за рукав. Рома, мы сбили ребенка! Ох! Что? Ваша мать! Ваша мать, вот это неожиданное развитие событий! Ребенка, Рома, ребенка! Меня будто окунули с головой в воду. Не чувствуя ног, я вслед за Настей выбрался из машины и остановился возле заднего колеса. Под слабым светом фонарика я разглядел маленькое тело под кузовом в неестественной позе. Лица ребенка я различить не мог, но нежно-голубое платье, медленно пропитывающееся кровью, я узнал. Это была та девочка из придорожного кафе. Карина! Отшатнувшись спиной, я столкнулся с Настей. Она, не отрываясь, смотрела на девочку. Она не шевелится! Не шевелится! Мы молчали. Кажется, она мертва. Адреналин ударил в голову. Опустившись на землю, я забрался под машину. Дрожащей рукой попытался нащупать пульс на шее девочки, но ничего не вышло. Метнулся к запястью, дрожащие пальцы постоянно соскальзывали с тонкой ручки. Я ударил себя по лицу. Затем еще и еще. Руки перестали трястись. Я снова проверил сердце. Не бьется. Оно точно не бьется. Кто-то закричал. Это был я! Руки снова с силы задрожали. Я с трудом дотянулся до телефона в кармане. Но как только я его включил, как Настя с нечеловеческой силой вытянула меня за ноги. Ты с ума сошел? Она до боли сжала мои лодыжки. Ты кому собрался звонить? Нам нужно вызвать скорую, спасатели! Кого-то срочно! Настя выбила телефон из рук и встряхнула меня за плечи. Приди в себя! Она мертва! Нам нельзя никому звонить! Тебя же сразу арестуют! А что нам делать-то? Что? Она опустила голову и стала глубоко дышать, успокаиваясь. Наконец-то Настя снова посмотрела на меня и теперь уже шепотом спросила. Давай избавимся от тела! Ооо, друзья! Как-то недобро закончился этот день! Руки и ноги обжигала крапива, пока мы пытались вытянуть девочку. Платье цеплялось за репейник. Руки и ноги безвольно болтались. Все еще горячая кожа заставила мне содрогаться от каждого прикосновения. Хотелось отдышаться, вздохнуть полной грудью, но я только давился от запаха молока и крови. Карина все-таки решила принести нам банку с молоком. Теперь осколки торчали из ее коленей. Мы уложили девочку на пляжное полотенце. В красном свете стоп-сигналов я увидел ее лицо. Гримаса боли, стеклянные глаза и разбитый в кровь нос. Открой багажник. Настя кивнула. Я, задержав дыхание, крепче укутал девочку и положил на прорезиненный коврик. Несколько километров отсюда есть болото. Мы избавимся от тела там. Ты уверена, что оно там есть? Она зажмурилась и пожала плечами. Я не знаю. Навигатор говорит, что есть. Что нам остается? Закопать в лесу? Долго. Сбросить каком-то овраге? Ее будет легче найти. А утопить в болотной трясине? Мне кажется, там надежнее. У меня хватило сил только на кивок. О-о-о-о, боже. Вот это ситуация. Конечно, сложно сказать, как бы я поступил в такой ситуации. Это действительно жутко. Случайно сбить ребенка. Даже не знаю. Это просто кошмар. Я постараюсь выть кровь с бампера, а ты бери канистру бензина или инополе. Зачем? Подожжем его, чтобы следов не осталось. Она на нас не подумает? Она нервно развела руками. С чего бы? Может решать, что подожгли подростки? Или еще что придумают? Они не сразу свяжут это с пропажей, девочки. Если вообще свяжут. Ноги дрожали. Я не был уверен в ее правоте, но все же согласился. Еще раз оглядевшись, я разлил дорожки бензина. Настя к этому времени закончила с машиной и села за руль. Кивнув ей, я дождался, пока она отъехала на безопасное расстояние и поджег поле. Ехали мы в тишине. Иногда в свете фар, проезжающих мимо машин, я видел лицо Насти. Она беззвучно плакала и грызла свои губы. Меня самого била крупная дрожь. Я до скрипа сжимал подлокотник и все думал о теле в багажнике. Когда позади нас неожиданно моргнула дальним светом машина, я перестал дышать. Но водитель только пошел на обгон и быстро скрылся из виду. Все в порядке, я с тобой. Я почувствовал, как Настя в темноте нащупала мою руку и крепко жала. Спасибо. В зеркале заднего вида я наблюдал, как в небо поднимается зарево пожара. Почему-то сейчас я вспомнил о том стаде коров и задался вопросом, а удалось ли ему убежать достаточно далеко. Думать о том, удастся ли это нам с Настей, мне не хотелось. Мы съехали с трассы и оставили машину там, докуда смогли доехать по становящейся все глубже колее. Настя взяла с собой фонарик и веревки. Я поднял тело на руки, и мы поспешили вглубь чаще. Меня тошнило, то ли от запаха крови, то ли от нервов. Я с трудом двигался вперед, ноги вязли в грязи с мерзким хлюпаньем. Настя шла впереди. Она высматривала дорогу и время от времени оборачивалась, чтобы проверить, не отстал ли я. Ее фигура маячила бельмом на фоне темного леса. Безлюдный, дикий, он пугал меня все больше и больше. Невольно я прижал девочку к себе, ужаснулся и тут же бросил. Настя вскрикнула, но быстро затихла, когда я прижал палец к губам. Подняв тело, мы продолжили путь. Наконец, нашлось подходящее место. Глухая поляна. Только тоненькие стволы ольхи проклевывались сквозь мох, а почва под ногами ощутимо пружинила. Кивнув Насте, дальше я пошел один. Шаг за шагом, я ощутимо провалился в трясину, но не останавливался. Веревка, обвязанная на поясе для страховки, тянула меня назад. Остановился, положил тело на выступающие корни и руками стал убирать мох. Пока я топил тело, в нос ударил запах сырости и тины. Над головой жужжала мошкара. Иногда меня отвлекала Настя. В голову влезли страшные мысли о семье девочки, о тюрьме, о нашей с Настей судьбе. Чем глубже становилась наполненная черной водой яма, тем сильнее я паниковал. Наконец, решив, что яма достаточно большая, я спихнул окровавленный сверток в воду и навалился на него всем телом, пряча ото всех, после чего закидал сверху тиной и грязью. Обратная дорога к Насте была для меня вечностью. Мне постоянно казалось, что Карина вот-вот ухватит меня за ноги и утянет к себе в трясину. Когда я выбрался на сухую почву, просто упал без сил. Я это сделал. Поверить не могу, что это происходит. Голова гудела. Настя что-то ответила, но я не мог разобрать. Она неуверенно глядела меня, подошла ближе и жала мои плечи. Рома, дыши глубже. Постарайся успокоиться. Думаешь, ее здесь не найдут? Она отвела взгляд и только пожала плечами. Я попытался вздохнуть полной грудью, но закашлялся от запаха молока с кровью. Мотнув голову, я поднялся и повел к Насте к машине. Мы сменили одежду, смыли грязь. Я все пытался избавиться от прилившего к телу запаха, но он ничем не мог его перебить. Тебе только кажется, лучше ложись спать. Я поведу. Куда дальше? У нас весь багажник в крови. Вмятина. Если нас остановят. Доберемся до ближайшей речки или пруда. Утром посмотрим, что можно сделать. А потом домой. Отчего-то возвращение домой показалось мне плохой идеей. Начались ли поиски девочки, но сил спорить не было. Наверное, так и поступим. Я дотронулся до кармана и меня бросило в холодный пот. Телефон! Я же его на поле оставил! А если он не сгорел? Если его найдут? Тише, не волнуйся. Она достала мой мобильник из кофты. Я его подобрала. Но прежде, чем вернуть его, она хмуро оглядела меня. Ты же не собираешься никому звонить? Нет. Я хотел проверить. Не объявили девочку в розыск. Прошло всего пару часов. Учитывая, как работает наша милиция, девочку еще не скоро в розыск объявят. Ничего больше. Ладно, только в машине. Кинув мне телефон, Настя первой села в салон. Гул все еще стоял в голове. Шея опухла и болела. С трудом сконцентрировавшись на экране, я кое-как пролистал объявление. Ничего не найдя, я откинулся на сиденье и уставился в окно. За стеклом мелкали деревья. Настя, не мигая, смотрела на дорогу, всыпившись в руль. В конце концов, я уснул. Боже. Господи, какая... Какая ужасная картина. Ой, не дай бог кому-то такое увидеть и с таким столкнуться в реальной жизни. Мне снилось то поле. Я снова стоял у машины. Чувствовал, как тело пробирает холод и запах молока с кровью. Я едва мог различить силуэт ребенка под машиной. Тело скрывала высокая трава. Только на белой руке блестел браслет. Он хорошо запомнился мне. Такое же было у сестры. Господи, это еще что? Сильно болит? Не очень. Сестра едва выдавливала себя в улыбку. Не очень. У тебя все лицо в крови. Черные волосы разметались по ковру. Я видел красную сеточку лопнувших капилляров в ее правом глазу. Он опух после удара. Кожа вокруг постепенно наливалась кровью. Темнела. Темнела она и на запястьях, и на ногах. Наш отец гремял бутылками за стеной. Жадно спорил с соседом о чем-то. Я съежился и захныхал. Не плачь. Ксюша потянулась ко мне и взъерошила волосы. Ты запер дверь. Теперь он не сможет войти. Моя комната. Наше единственное безопасное место в квартире. Старое с прокуренной мебелью. Я не любила оставаться здесь. Стараясь чаще направляться в гости к Насте. Я так больше не могу. По щекам покатились горячие слезы. Когда это закончится? Когда он прекратит? Совсем скоро, Рома. Вот увидишь. Я обещаю. Мне исполнится 18, и я заберу тебя с собой. Это же вот как! Главным героем была старшая сестра, которая говорила, что заберется его с собой. А Карина была старшей сестрой для мальчика, о которой говорила то же самое. Вот это да. Но теперь она уже никого не заберет. Мы уедем в город, где я обязательно поступлю в институт. Будет немножко тяжело, но мы справимся. Хорошо? Хорошо. Она закрыла глаза и уже шепотом продолжила. Когда-нибудь папа за все ответит. А ты, Ром? Ты ответишь за убийство? Я попыталась отшатнуться, отползти от сестры, но ноги будто налились свинцом. Судорожно хватая ртом в воздух, я пытался что-то сказать. Сестра не двигалась, только смотрела. Проснувшись от кошмара, я понял, что машина стоит. За рулем никого не было. Паника остро уколола у меня в сердце. Может, Настя бросила меня и уехала на ближайшие попутки? Может, она уже в полиции дает показания? Я судорожно схватил телефон и уставился на экран. Что я должен сейчас делать? Сняв блокировку, я видел сообщение от Насти. Я ушла на заправку. Куплю продукты и узнаю о ближайших водоемах. Нервный смешок вырвался сам собой. Не оставила. Ну что ж, друзья. Думаю, на этом мы прервемся. История, конечно, закрутилась. Очень мрачным поворотом. Главный герой избили девочку, с которой недавно так мило болтали. Что же будет дальше? Мы узнаем в следующей серии. А пока что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего дня. Удачи. И до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...